Временем в Новосибирской филармонии продолжается Белый фестиваль, и несмотря на однотонность в одежде артистов и зрителей, музыка разноплановая. От классического барокко до джазовой импровизации. Екатерина Киселева о светлых тонах и мажорных тональностях. Музыка вне времени. Открыли фестиваль исполнением Харала Баха. Тему бессмертной классики продолжили времена года Вивальди, где четыре произведения и четыре солистки, участницы одного коллектива. Оркестров такого уровня, где почти каждый музыкант первая скрипка в России немного. Уникальность сибирского ансамбля отмечают и приглашенные гости. С дирижером Салимом Шахмамитевым мы уже работали. Я прекрасно знаю, что это очень талантливый и замечательный дирижер. Но оркестр, конечно, меня приятно поразил. Такое ощущение, что не работаешь, отдыхаешь с ними, как на крыле. В программе Белого фестиваля три концерта подряд. Даже для опытных музыкантов график насыщенный. Как и палитра жанров. Хоралы, романсы, любимые хиты в джазовой обработке. Все, что в медиапространстве существует, это лишь такое, знаете, как отзнакомительная версия, что ли. Ведь настоящее искусство мы являем только тогда, когда наши слушатели вместе с музыкантами единомоментно, в какой-то миг времени находятся вместе. Когда музыкант отдает свою энергию слушателю, получает отклик. И вот то чудо, которое возникает в процессе этого соития, и не побоюсь сказать это слово в эфире, оно и есть искусство. Традиция белых вечеров родом из Франции. Романтичные и легкие свидания с прекрасным для высшего света. Такой совершенно замечательный выход из отпуска, сделать его праздником, потому что у нас, не секрет, у нас всегда отпуск летом. И встречаться с публикой именно в белом. Цвет воздушный, цвет, не знаю, для кого как, любви, цвет лета, цвет облаков. В зале практически нет свободных мест. Билетов на последний концерт фестиваля тоже. С последними аккордами у музыкантов начнется небольшой отпуск. В следующий раз камерный оркестр филармонии выйдет на сцену в сентябре. За расписанием концертов следите на сайте. Екатерина Киселева, Артем Валевич, Новости ОТС.